МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валерия Метелица – это лишь малая часть его заслуг, считают сподвижники почетного гражданина Краевой столицы. Наверное, каждый из вас понимает, что Валера действительно положил свою жизнь на алтарь самбо. Не оставили ни шанса, или как студенты университета разгромили гостей из Чечни. Это информационный канал «Город» в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Густой туман. Навес сегодня утром над Барнаулом. Дымка стала причиной плохой видимости для автомобилистов и пешеходов. Как поясняют экологи, такое явление вызвано сменой циклонов. Воздушные вихри не могут поделить территорию над Барнаулом. В результате в воздухе концентрируются вредные вещества. По словам синоптиков, завтра погода не изменится. Уже в среду туман начнет рассеиваться. Получается наоборот, что холодный воздух находится внизу, а теплый воздух – вверху. И поэтому те все выбросы, которые у нас идут, они как бы придавливаются к земле. И у нас с вами, получается, такие все загрязнители, которые ранее при хорошей нормальной стратификации рассеивались, они находятся около земли. Штраф вместо тюрьмы депутату Государственной Думы России планируют смягчить наказание за семейное насилие. В первом чтении парламентарии уже проголосовали за то, чтобы перевести домашние побои из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Между тем, только в прошлом году жертвами домашних тиранов в крае стали 138 женщин. В разы больше предпочли о семейных проблемах умолчать. К чему может привести изменение меры наказания? Сегодня мы попросили порассуждать представителей барнаульской общественности, психологов, юристов, а также самих жертв домашнего насилия. Мужчин наших ничему не научат. Наоборот, просто даст волю еще таким же действием, как и делал мужчина, например. Мой бывший муж раз в месяц периодически избивал ни за что. Просто у него плохое настроение, у него накопилась энергия своя. Он поднимал руки, как бы полицию не вызывала. Жалко. Да еще больше будут бить. Ему проще отдать деньги и все. Так он хоть боялся, что он сядет за решетку, а теперь у него такого страха не будет. Ежедневно в России погибает довольно большое количество женщин. Более 11 тысяч – это точно. Потому что есть это. И нет такого слова. Если любят, значит бьют. Не нужно их садить. Зачем на плечи государства и еще на хлебников добавлять? Пусть бы они сделали так. 500 рублей хотя бы. Каждый месяц. Пусть бы он выплачивал ребенку за моральный ущерб. Не платишь, так же как с алиментами, да, решайте прав на управление транспортным средством, пока он не будет выплачивать. Настоящие обидчики будут оставаться безнаказанны. В этом году был мальчик у меня в практике, 14 лет, когда отец его жестоко избивал. Мама узнала только после, когда он попал в больницу. Ну, супруги в разводе. И вот по выходным мальчик, когда бывал у отца, это происходило. Ответственность с домашних насильников не снимается. Им просто дается один шанс. После вступления в силу решения суда об административном наказании, в течение года, если домашний тиран совершает такие же действия, он будет привлечен к уголовной ответственности. Ничего не изменилось. Просто дана возможность подумать. В Барнауле спасли мужчину, который заблудился в лесу и находился на грани жизни и смерти. 38-летний Виталий, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, отправился гулять по лесу и заблудился. Около 9 вечера он позвонил в МЧС. На поиски сразу отправился отряд спасателей и полицейских. Заблудившегося нашли лишь спустя 3 часа после начала операции. Пострадавший был очень слаб и сильно замерз. Спасатели оказали первую помощь и доставили мужчину в больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Крупнейшие ресурсоснабжающие компании Барнаула огласили лучших, на их взгляд, управляющие компании краевой столицы в торжественной обстановке им вручили благодарственные письма. Кто вошел в число надежных партнеров, знает Алексей Янкин. Вы профессионалы, поэтому мы здесь сегодня собрались дать должное вашему профессионализму. Услышать такие приятные слова от ведущих ресурсоснабжающих организаций в свой адрес сегодня может далеко не каждая управляющая компания. Но в зале не аутсайдера, а настоящие передовики сферы ЖКХ, не бегающие от проблем. Они вовремя платят за поставленные им горячую и холодную воду, водоотведение, тепло. Именно у них высокий процент сборов за оказанные коммунальные услуги. Те управляющие компании, которые здесь сегодня присутствуют, они как раз своим примером доказывают, что эти проблемы можно успешно решать и решать поставленные задачи и успешно работать в этой отрасли. Награждение лучших управляющих компаний, по мнению руководства водоканала сибирско-генерирующей компании МОП «Энергетик» в Барнауле уже стало доброй традицией. Эти грамоты, по признанию ресурсовиков, синоним слова «надежный партнер». УК «Инициатива», обслуживающая дома микрорайона Невский-Лазурный, знак качества получает уже во второй раз. В нашей компании работают люди, которые на самом деле, им нравится работать в ЖКХ. Как бы это ни звучало странно и смешно. Поэтому мы достигаем таких успехов. Названия эффективных управляющих компаний должны быть на слуху. А практику их работы с населением не грех перенять отстающим. Так считают ресурсовики. Поэтому награждать успешных и публиковать рейтинги управляющих компаний СГК «Водоканал» и «МОП «Энергетик» собираются регулярно. Ну а что касается шорт-листа минувшего года, то он выглядит вот таким образом. Алексей Янкин, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Участники благотворительного театрального проекта «Большая сцена» скоро приступят к репетициям спектакля. Это будет уже вторая по счету постановка в конце 2016-го. «Благое дело» на «Большой сцене» сотворили политики, предприниматели, общественники. Результат их стараний недавно дошел и до тех, ради кого организовывали благотворительный проект. Об этом Анастасия Дороган в очередном выпуске «Надежда на чудо». Волшебный мир театра. То место, где маски снимать не нужно. Артисты дарят зрителям эмоции, настроение и здоровье. У нас есть такой спектакль, который продлевает жизни больным детям. И это чудо называется «Большая сцена». Пьеса Островского «Свои люди сочтемся». Купец Самсон Силыч Большов, его жена и дочь на выдании. Сейчас купец решает, кому быть ее женихом. Исключительно из соображений выгоды. Самодур, помешанный на деньгах, вот такая роль досталась его антиподу. Директору Барнаульского зоопарка Сергею Писареву, который впервые ступил на большую сцену. «Большая сцена» – это и формат благотворительного проекта, и его название. А суть проста. На сцене играют все, кроме актеров. Здесь политики, предприниматели, общественники. 20 смельчаков, у которых было всего два месяца, чтобы стать артистами и единой командой. Как жизнь разделяет людей, так и должности, звания. Сначала все так приглядывались друг к другу. А когда мы вместе переодеваться стали, играть вместе, оказывается, все очень хорошие, милые, приятные люди. Общаться очень хорошо со всеми было. То, что мы два месяца походили, поиграли, это для себя. Но надо же, чтобы было и для людей. Это и организовывало нас. На самом деле, это очень важно, что это не развлечение. Мы понимали, какой большой вклад мы вносим. Оксане Некрасовой в новом обличии тоже пришлось не сладко. Свою Веронику она называет влюбленной стервой. Говорит, вначале ей не думала, что сыграет. Уж совсем не близкий ей темперамент. Но без раздумий согласилась на авантюру. По душе пришлась идея проекта. Большая сцена призвана привлечь внимание к детской онкологии. Это вот та маленькая часть, которую мы можем внести, чтобы эти дети выздоравливали быстрее. И здесь лично я чувствовала помощь даже родителям вот этих детей. Поэтому хотелось, я купила там по сутку такой комплект. Перед каждым артистом стояло две задачи. Конечно же, справиться с волнением, подняться на освещенную софитами площадку, предстать перед взором тысячи человек и окунуться в камерную жизнь. Но перед этим едва ли не самое главное задание – выбрать подарок для ребенка из онкоотделения. Я учитель географии, да? И я выбрал огромную викторину, которой играть могут сразу много детей. Там 15 тысяч вопросов, на которые дети могут отвечать. Поэтому играть будут долго. Но я хотел бы, чтобы они играли не в отделении долго, а чтобы они побыстрее вышли оттуда и ответили на эти вопросы уже на уроках географии в школе. Организатор проекта журнал «Автограф» называет свое детище театрально-благотворительным экспериментом. Пришла такая мысль им случайно. А в итоге за время подготовки постановок барнаульцы уже пристально следили за репетициями своих фаворитов и не могли пропустить премьеру. Когда люди, которые в принципе из народа, вот это и цепляет. Оценили зрители и благой подтекст. Еще до премьеры знали – 100 рублей с каждого билета они отдадут на счет онкоотделения. Такой формат благотворительной акции подкупил и оригинальностью, и особым зрительским послевкусием. Проект поддерживают, получается, и предприниматели, и просто известные люди. Это просто еще и интересно. То есть и помощь, и интерес все вместе. Огромный мешок с подарками недавно передали в детское отделение. Запоздалые, но оттого не менее желанные новогодние сюрпризы быстро разошлись по детским ручкам, а собранные от продажи билетов деньги пошли на покупку необходимых препаратов и оборудования. Благотворительность рука об руку с творческим энтузиазмом. Формат, принятый Барнаулом. Большой сценой доказано. Анастасия Дороган, Николай Шелко, информационный канал «Город». В столице края открыли вторую мемориальную доску в память о Барнаульце, жизнь которого стала ярким примером для сотен земляков. А в будущем именем этого почетного горожанина хотят назвать одну из улиц Барнаула. Речь идет о заслуженном тренере и мастере спорта по самбо Валерии Метелицы. Его судьба оборвалась год назад, но без сомнения дань уважения ему будут отдавать еще долгое время. О том, как это было накануне, расскажет Елена Макаренко. Раннее морозное утро выходного дня, но возле спортивного центра единоборств немало людей. Чиновники, коллеги и, конечно же, родственники Валерия Метелицы. «Наверное, каждый из вас понимает, что Валера действительно положил свою жизнь на алтарь самбо. И я жила с ним эти последние счастливые годы, и я это наблюдала, и как могла, помогала ему. Спасибо вам, что вы пришли за центр, за память о Валере. Спасибо». О центре единоборств детский тренер, воспитавший целую плеяду выдающихся спортсменов, мечтал всю жизнь. Но, по иронии судьбы, до открытия не дожил всего несколько дней. И все же алтайский центр самбо навсегда связан с именем Валерия Метелицы. Он уже носит его имя, а теперь на фасаде здания появилась мемориальная доска. Это вторая мемориальная доска в памяти почетном Барнаульце. Первую полгода назад разместили на одном из корпусов технического университета, где тренер вел свой первый спортивный кружок. В будущем Краевая федерация по самбо мечтает назвать одну из улиц Барнаула именем Метелицы. Но все это, говорят сподвижники известного спортсмена, лишь малое толико признания его больших заслуг. Я не могу до сих пор поверить, что этого человека просто нет. Это глыба, это скала, который дал путевку, можно сказать, в спорт и в жизнь не только мне, но и остальным. Также беззаветно, как и спорт, Валерий Метелицы любил лебедей и во всем видел прекрасное. Его скульптуры теперь навсегда украшают когда-то совсем непримечательный мост в районе Нового рынка. Елена Макаренко, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Мы продолжим. Завтра станет известно имя лучшего читателя года. Зачем в библиотеке имени Шишкова решили подобным образом честовать своих постоянных посетителей? Но какую выставку приглашают всех желающих? Об этом и не только в сегодняшнем интервью. Нам рассказала заведующая отделом культурных программ Наталья Сычева. Наталья, здравствуйте. Уже завтра ваша библиотека впервые назовет имя или имена лучших читателей года. По какому принципу вы их выбирали? Добрый день. Да, действительно, впервые у нас появляется такая новая традиция выбирать лучших читателей года. Выбор был очень простым. Каждый отдел предоставлял по нескольку кандидатов на это звание. Тех читателей, которые наиболее активно пользуются услугами нашей библиотеки. Какие-то привилегии вот это звание дает? У наших читателей есть достаточно много привилегий. Допустим, они могут стать индивидуальными абонентами. И тогда они имеют возможность пользоваться книгами не только отдела абонемента, но и книгами других отделов. Не просто сидя в библиотеке, но беря их домой. Но, как правило, наши читатели предпочитают работать именно в библиотеке. Атмосфера позволяет им более активно, наверное, решать те задачи, за решением которых они пришли к нам. Одно из ближайших мероприятий, которое традиционно пользуется популярностью, это фестиваль книги, изданная на Алтае. Он состоится 16 февраля. Чем-то будет от предыдущих отличаться? Быть может, номинаций больше? Фестиваль книги, изданная на Алтае, будет проходить уже в 12-й раз. И, наверное, это главное отличие от того, что фестиваль живет так долго. И всякий раз на выставке, которая работает в течение всего фестиваля, представлены книги, которые издаются в Алтайском крае в течение предыдущего года. Будет, как обычно, 7 номинаций, по которым будут определяться победители. Но у нас 8 призов. И обладателем 8-го приза станет тот, кто, по мнению жюри, заслужил, собственно говоря, называться лучшей книгой Алтая. Хочется поговорить вот еще о чем. С прошлого года в вашей библиотеке работает творческая мастерская, которая называется «Зеленая лампа». Я знаю, что благодаря этому вы открыли для себя по-новому математику. Вот что это за лаборатория, чем она интересна, и ближайшие встречи чему будут посвящены? Творческая лаборатория «Зеленая лампа» – это попытка через литературу познакомиться с другими сферами нашей жизни, в том числе и научными. И первое заседание у нас состоялось в декабре, и было посвящено оно творчеству Александра Исаевича Солженицына. А второе заседание состоялось в январе, и было посвящено оно юбилею Льюиса Кэрролла, которого все знают как писателя, но на самом деле он был математиком. Следующее состоится в марте, и будет посвящено оно современным информационным технологиям. Это заседание будет «Хищные вещи века» или «Как информационные технологии изменили нашу жизнь». Ну а теперь поговорим о выставке. В окружении фотографий мы сейчас находимся. Выставка открывается буквально завтра, называется «Из века в век». Откуда все это богатство? Вашили или собирали, коллекционеры предоставляли? Что представляет особый интерес? На этой выставке представлены фотографии Александра Сергеевича Антошкина, жителя города Барнаула, чья супруга долгое время работала в нашей библиотеке, и отчасти это такое посвящение сотрудникам библиотеки. Нам ведь кажется, что у нас все плохо, и ничего не происходит, и город наш, вот он какой-то такой, очень провинциальный. Но если мы посмотрим, например, на фотографию улицы Димитрова в апреле 59-го года, то мы увидим, что там сегодня эта улица выглядит совершенно по-другому. Там еще нет здания университета, там еще нет здания ЦУМа. С 31 января в 15 часов состоится открытие выставки. Мы всех приглашаем на экскурсию во времени и пространстве по Старому Барнаулу. Ну а я напомню, что сегодня моя собеседница с заведующей отделом культурных программ библиотеки Минишишкова Наталья Сычева. Комплексная психологическая реабилитация для детей-инвалидов, а также их родителей. Благотворительный фонд «Крылья ангела» совместно с Алтайской федерацией Айкидо предлагает всем семьям, которые воспитывают особенных детей, бесплатно заниматься спортом. Пока боевое искусство, здесь осваивают две семьи в планах авторов проекта «Расширить аудиторию», рассказывает Ольга Калачева. Григорию Коновалову 13 лет, но по уровню развития мозга он пятилетний ребенок. В детстве юноша перенес микроинсульт. В результате произошло отмирание части клеток головного мозга. С тех пор умственное развитие будто остановилось, говорит Елена. Все время жительница Барнаула посвящает сыну. Поэтому, когда руководитель фонда «Крылья ангела» Александр Переверзев предложил позаниматься Айкидо, незадумывая согласилась. Ради развития Гриши, говорит, она готова на все. «Он не может, не знает, как своей энергией управлять. А здесь его как бы успокаивают эти занятия, или он направляет в правильное русло его энергию, и он немножечко такой степенный становится». Елену Щекочихину на Айкидо тоже привел Переверзев. Женщина воспитывает ребенка-аутиста. Признается, живет в состоянии стресса. Успокоит нервы, помогает занятие на татами. Сюда она приходит три раза в неделю на полтора часа. Но после тренировок не скрывает. Порхает, словно бабочка. Она бы и сына привела, но это невозможно. Ребенок, как бы сказать, в своем мире живет. Его сложно какие-то навязать правила, упражнения заставить. Мы ходим, занимаемся специализированной группой. Сюда он не сможет ходить. Но мне нравится, эмоционально вообще снимается, стресс. Пока Айкидо занимаются две семьи, у которых растут особенные дети. Но в Алтайской Федерации Айкидо ждут всех желающих. Нужно только связаться с руководителем фонда «Крылья Ангела». Страницы организации легко найти в социальных сетях. Кстати, тренироваться такие семьи будут со всеми остальными. В этом заключается философия проекта. Мы никогда не проводим, не проводили и не будем проводить отдельных занятий. Почему? Потому что Айкидо традиционно во всем мире идут занятия для всех подряд. И взрослые, и дети, и особенные, и самые простые. Заниматься в таких бесплатных группах родители могут не только вместе с детьми, но и в одиночку. Если ребенка не с кем оставить, авторы проекта советуют приходить с ним. В планах организовать для особенных детишек бесплатную игровую комнату. Ольга Калачева, Николай Шилко, информационный канал, Город. Напоминаю, что мы продолжаем принимать ваши видео с признаниями в любви ко Дню Святого Валентина. На ваших экранах видео победителей прошлого года. Свои оригинальные видеозарисовки вы можете присылать на адрес нашей электронной почты sitinyussobacal.ru до 12 февраля. Видео должно быть не больше 30 секунд. Не забывайте указывать свое имя и фамилию, а также номер телефона. Каким будет приз, узнаете в ближайших выпусках. Волейбольный университет продолжает громить соперников. Под горячую руку барнаульцев попали гости из Чеченской Республики. 3-1 и 3-1. Таков итог встреч над домашним для студентов паркете. Сопернику команда Ивана Воронкова не оставила шанса. Особенно впечатляюще выдалась четвертая партия во второй игре серии. Обо всем по порядку. Кирилл Политов. Шли на рекорд. 21 балл подряд в исполнении университета. Такого спортивный комплекс победа уж точно не видел. Раз за разом студенты вколачивали, добавляли, забивали. Вылезти из-под такого прессинга вряд ли возможно. Говоря языком профессионалов, полетела подача. Это был громкий нокаут. Я не припомню, чтобы так было. Даже не припомню, допустим, 8-0. До первого технического не припомню, чтобы было 8-0. Супер рекорда все же не получилось. Возже ослабят сами хозяева паркета. Очередная подача. Мяч попал в сетку. Гости выдохнут и скажут. Еще немного и точно бы ушли с сухарем. Размочили и бросились в догонку. Но было уже слишком поздно. Набрали лишь 10 очков. Размазали. Какие ощущения? Я даже не могу их передать. Слыбно, конечно, но не знаю. Не знаю, что сказать даже насчет этого. Не знаю. Часто. Грозный в этом сезоне выглядит не таким уж и грозным. Команда замыкает в турнирную таблицу из 28 игр. Всего 6 побед. Вот только аутсайдер иногда проявляет характер. Так в каждой из двух игр гости отчаянно цеплялись за мяч. Пытались спасти игру. Максимум. На что наработали. Выиграли в каждой встрече по одной партии. Да и то в этом помогли скорее сами хозяева. Да, неровно, потому что топ. Расслабляемся где-то там. Где-то подача пропадает. Прием неровностей. Своих ошибок много делали. Если бы стабильно делали свое дело без ошибок, я думаю, игра была бы не такая нервозная. Шел четвертый тур 2017. Студенты выживали как могли. За это время накопилась усталость. Есть и травмированные. Впрочем, в клубе на это не жалуются и продолжают гнуть свою линию. Сейчас в активе университета 54 очка. Это позволяет занимать четвертую строчку в турнирной таблице. Впереди очередная серия с соперниками из первой тройки. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Информационный канал «Город». Поиграть во взрослую жизнь могут теперь юные жители краевой столицы. В Барнауле появился целый детский город Кидвиль. Здесь можно научиться самым разным профессиям и просто отлично провести время. Не любишь учиться? Тогда учись, играя. Хочешь стать парикмахером, строителем, работать в банке, больнице? Выбирай что угодно. А наставники помогут и все объяснят. Участвуй в жизни детского города как полноценный гражданин. И таким образом выстраивается игра, за которую он уже может обучиться и потом еще поработать, соответственно, получая за это деньги. Он может эти деньги потратить на развлечения, либо их вложить в банк и получить уже некий такой бонус. Особый паспорт поможет родителям лучше понять, что интересно их ребенку, кем он мечтает стать. Кидвиль – путеводитель по миру профессий. Научите своих детей строить свое будущее уже сейчас. Барнаул, Красноармейский, 58, 4 этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова